МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В эфире неделя города. Смотрите в выпуске. Пасхальные традиции. Обязательно ли красить яйца, расскажет священник Павел Коньков. 10 тысяч саженцев вместо сгоревшего леса. Псероссийская акция «Посади лес» прошла в конечном месте. За качеством воды в городе контроль установлен ежедневно, и мы отслеживаем все показатели в усиленном режиме, заявили нам сегодня в городском водоканале. Здесь готовятся к масштабной реконструкции системы. Например, Окский водозабор намерены полностью перевести на подземные артезианские источники. Подробности далее. Весна – время большой воды. В это время городской водоканал всегда переходит на усиленный режим очистки. Сегодня вода из-под крана в Рязани уже больше, чем наполовину из артезианских скважин. За качеством следят ежедневно. Если есть обращения от жителей, то вопрос все-таки больше к внутридомовым сетям. У нас жалобы от потребителей было из центра города, это улица Вознесенская, у нас с улицы Касимовское шоссе, с улицы Кольная. Со всеми потребителями была проведена работа, и всем им даны ответы по качеству воды. Этот период особый, и у нас контроль качества воды по микробиологическим показателям, по химическим показателям, по сравнению с обычным периодом увеличен вдвое. На Окском водозаборе масштабную работу провели еще в прошлом году. Для улучшения качества здесь уже пробурили три дополнительные скважины, стоимость проекта около 40 миллионов рублей. Речной воды в трубах сегодня уже не больше трети, но это еще не все. В этом году из федерального бюджета с помощью правительства области и города выделяется 130 миллионов рублей. На улучшение водоподготовки у нас будет строиться станция ультрафиолетового облучения, чтобы улучшить обеззараживание, сократить химреагенты, туда хлор и так далее. К этому уже проекту приступят, ну, мы так рассчитываем, конец мая, начало июня. В этом году этот объект будет и введен. Это дополнительно, то есть, как бы, получит барьерную роль, вот это очистки, подготовки питьевой воды. И на этом водоканале останавливаться не намерены. Здесь уже готовят документы на разработку проектно-сметной документации на технический перевод Окского водозабора исключительно на подземные источники. С этим проектом власти рассчитывают войти в одну из федеральных программ. Сумма инвестиций примерно полмиллиарда. Примерные сроки 2-3 года. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Почти половина территории России – леса. Они составляют пятую часть мировых лесных богатств. Но из-за того, что ежегодно вырубается 500 миллионов кубических метров древесины, мало нарушенных лесов остается все меньше. При нынешней экстенсивной модели лесопользования они просто не успевают восстанавливаться. Что можете сделать лично вы? Посадить дерево. Наша съемочная группа сегодня сажала деревья в сердце мещеры на пострадавших от пожаров 2010 года территориях. В Крюшинском лесничестве стало одной лесной проплешиной меньше. Два с половиной гектара, выгоревших в 2010-м, засадили саженцами сосны. Все в рамках проекта «Посади лес». Сегодня очень важное мероприятие. В рамках акции сохранения лесов проводим такое замечательное мероприятие, как посадка лесной культуры сосны. Сегодня, надеюсь, будет высажено где-то в пределах 10 тысяч штук сеянцев на площади два с половиной гектара. «Посади лес» – это проект по восстановлению и сохранению лесов силами волонтеров при поддержке народного финансирования. В 2010-м году после больших пожаров, которые были по всей стране, и продолжила сажать уже с проектом «Посади лес». Этот проект существует пять лет. Деревья сажаются по всей России, восстанавливаются леса после того, как с ними что-то случилось. Либо они сгорели, либо произошла какая-то катастрофа, короед съел. То есть только после чрезвычайных ситуаций помогаем лесникам восстанавливать лес. Физически деревья по-прежнему сажают волонтеры проекта. Они же проводят агроуходы, чтобы саженцы прижились и превратились в здоровые, сильные деревья. Параллельно сегодня несколько посадок. Значит, завтра будет агроуход в Ставропольском крае. На следующей неделе лично я поеду в Тверскую область. В понедельник будет в Оренбурге. Поэтому также скоро уже совсем начнется посадочный сезон в Сибири. Профессиональные лесники рассказывают, как правильно сажать малышей сосен, чтобы прижилось максимальное количество деревьев. Еще помним 10-й год, когда наши дети были годовалые. Когда леса горели, было ужасно, было задымление. Хочется, чтобы лес рос, чтобы нам было чем дышать в Рязанской области. Я приехала сюда ради того, чтобы подышать чистым воздухом и посадить лес. Это с накластиками, с моими, поэтому будет вдвойне весело и хорошо. Я приехала сюда, потому что, во-первых, леса очень часто горят, и их надо высаживать, чтобы они не исчезли, как в Европе большинство лесов. И еще мне просто очень нравится побыть на природе, отдохнуть один учебный день от учебы и побыть на природе. Конечно, прежде чем эти малыши станут лесом, пройдет немало времени. Через 7 лет переведем в покрытую лесом площадь, и тогда зашумят. Сегодня погодные условия прекрасные, посадочный материал хороший. Надеемся, что приживаемость будет очень хорошая. За 6 лет работы проекта «Посади лес» 18 630 волонтеров в 52 регионах России посадили 2,5 миллиона деревьев на площади в 723 гектара. Если по тем или иным причинам вы не можете участвовать физически, помощь в закупке саженцев также неоценима. В 2015 году появилась краудфандинговая платформа «Посади лес.ру». И с тех пор каждый человек может купить сертификат на посадку дерева и тем самым сделать свой вклад в восстановление лесов, не выходя из дома. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В знаменном зале Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова в торжественной обстановке «Золотую звезду героя России» вручили родственникам героически погибшего гвардии капитана Алексея Курганова. Командир разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка был смертельно ранен в марте этого года во время проведения спецоперации на Украине. Это одни из последних прижизненных кадров гвардии капитана ВДВ Алексея Курганова. Два года назад за выполнение задач в Сирийской республике ему вручили медаль за заслуги перед Отечеством. Скромный, обаятельный, но с четким стержнем внутри. И тогда, и сейчас он шел до конца. Полк всегда принимал везде участие. Специфика задачи полка очень большая, на разных направлениях, поэтому горжусь этим и рад, что служу в этом полку. Рязанское училище ВДВ Алексей Курганов закончил в 2012 году. Дальше карьера шла только в рост. Был замком взвода, роты, а в 2020-м стал кум полка. Его смерть, конечно, стала большой трагедией не только для ВДВ. Это большое горе для всего Отечества. Мы это все прекрасно понимаем. Я вам заявляю, дорогие наши Кургановы, мы с вами. И, конечно, вся Рязанская область разделяется сегодня на эту горе вместе с вами. И теперь наш долг сделать так, чтобы память о нем, о нашем герое осталась наличной. По понятным причинам обстоятельства гибели Алексея пока не подлежат разглашению. Но то, что этот подвиг был одним из важнейших на первом этапе спецоперации на Украине, сомнению не подлежит. Завесу тайны в штабе немного приоткрыли. Он прикрыл отход своих подчиненных с важнейшими документами, которые они захватили. И, будучи раненым многократно, понимая, что ему надо выполнить боевую задачу, и прикрыть отход, он взял эту великую миссию на себе. Те, кто следят за ходом спецоперации с первого дня, помнят, где, когда и какие секретные документы удалось захватить нашим десантникам-разведчикам. И это действительно подвиг достойной звезды героя. Впрочем, как и вся карьера гвардии капитана Алексея Курганова. Сегодня он гордость вооруженных сил России. Был, есть, таким и останется. Спецоперация на Украине идет своим чередом. И противостоят нам не только на поле боя. В сети интернет украинские паблики вовсю разгоняют фойк о том, что российские войска бомбят спальные районы Харькова. Вот только видео это, как говорится, честно украденное из сети. И на них взрыв газа в осеннем переулке Рязани. Видео прилета российской ракеты в Харькове. Момент попадания русского снаряда в жилой дом. С такими заголовками украинские интернет-ресурсы выложили видео, на котором после яркой вспышки перед камерой что-то мельтешит. На данный момент охват новости около 700 тысяч. Вот только никакого отношения к 2022 году оно не имеет. Это 2016-й. Взрыв бытового газа в осеннем переулке Рязани в ночь на воскресенье 23 октября. У нас в архиве сюжет об этом инциденте тоже остался. Вот его отрывок. То самое видео в нем тоже есть. У меня дверь даже с петелью снесло. На доводчике стояла дверь, ну то есть пластиковая. И хлопок, и прям снесло, оторвало. Вот я в этом доме живу. Все машины были как лепешки. Слышал только крики. Ну не крики, разговоры людей громкие полночи. У меня соседей нет, понимаешь? Просто они вчера были, а сегодня нет. Взрыв прогремел в 4.36 утра по адресу 1-й осенний переулок, дом 4. В 4.44 на место трагедии прибыла аварийная служба газа и сотрудники МЧС. На данный момент официальная версия произошедшего – взрыв бытового газа. По прибытии аварийная служба в 4.52 отключила газоснабжение этого дома и предприняла все меры по обнаружению в 50-метровой зоне утечек газа. Первый пострадавший был обнаружен через час после трагедии. На месте работали 212 сотрудников МЧС, 3 кинологические службы и 49 единиц техники. С помощью кинологических расчетов двух человек мы нашли живых. И трех человек, которые погибли на месте, тоже были обнаружены с помощью кинологических расчетов. В результате взрыва погибли 3 человека. 13 обратились за медпомощью, 5 из них госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. И вот такими фейками наполнен практически весь интернет. Если за дураков они держат свою аудиторию, степень доверия к ним – их личное дело. В общем, пользователи пусть решают сами. Мы же считаем, что выдавать Рязань за Харьков – абсурд и полная глупость. И верх бездарности. В Рязани состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства, групп задержания, вневедомственные охраны, бег, стрельба, захват, о насыщенном действиями дне. Расскажем далее. Конкурс профессионального мастерства среди групп задержания начинается с кросса. В строю 11 экипажей вневедомственной охраны из Рязанской области. На региональном этапе соперничают только лучшие пары. Второй этап – отработка приемов. Рукопашный бой, обезоруживание противника с пистолетом – все это отработано годами в тренажерном зале и, вполне вероятно, применялось на практике. Задача – показать все, на что способны, но при этом не травмировать напарника. Алексей Мертышов с Визави отработали на отлично. Мы с моим напарником показали хороший результат на этом этапе. То есть руководство нас отобрало во второй этап. То есть мы с ним активно занимаемся, бегаем, плаваем, подтягиваемся. На лыжах была зима, занимались. Все этапы максимально приближены к реальности. Как, например, выезд по сигналу от тревожной кнопки. Подъезд экипажа, осмотр здания, доклад действуют строго по инструкции. И движения должны быть отточены. Следующий этап – стрельба по мишеням и стабильного оружия. В программе сегодня такие дисциплины, как плац о препятствии со стрельбой, боевые приемы борьбы отрабатывали, а также осмотр объектов. Сотрудники, которые покажут сегодня лучшие результаты, поедут уже на следующий этап в город Воронеж на всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников неведомственной охраны грунт задержания. Конкурс профессионального мастерства – это ежегодная практика навыков. И когда лучшие экипажи уйдут на всероссийский этап, остальные продолжат совершенствоваться. Быть на чеку нужно всегда, на всякий случай. Снег давно сошел, но тренировки лыжников и биатлонистов в самом разгаре. Весна и лето – время усиленной кропотливой работы. Именно сейчас спортсмены закладывают основу успешного соревновательного сезона. И в любую погоду тот, кто желает добиться результата, выходит на тренировку. О такой погоде, как сегодня, принято говорить, что хороший хозяин собаку не выгонит. Но дождь – не повод отменять тренировку. По тренировочному плану – кросс, дальше зал. И так каждый день, как на работу. Хотя для Алексея Адрова это и есть работа. Помимо учебы в университете, службы в армии, в жизни 22-летнего парня есть еще настоящее призвание – спорт. Впервые на лыжи Алексей встал, когда ему было четыре. Тогда, в рамках «Лыжни России», он стал самым юным участником. Это исторические кадры из 2005-го. Спустя несколько лет, в 2011-м, лыжи постепенно займут большую часть времени мальчика. А вот винтовка и биатлон прочно вошли в судьбу Алексея в 2015-м. И сложности на пути были. Не сразу у спортсмена заладилось со стрельбой. К биатлону надо как-то созреть, потому что, ну что такое стрельба? Она все в голове у спортсмена. Ты можешь на всех тренировках стрелять ноль, а выходить на соревнования, выходить на старт, и ты просто попадаешь. Такое бывает. Чтобы такое бывало как можно реже, подход к тренировочному процессу почти научный. Скажем, в прошедшем сезоне пришлось перекраивать подход к тренировкам и условия подготовки прямо в разгар соревнований. Как результат, в конце сезона Алексей собрал волю в кулак. На первенстве России в Увате, которая проходила в два этапа, Рязанец занял 13-е место в спринте и 22-е в гонке-преследовании. Дальше был Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийске я тоже, находясь в отпуске, не выдержал. Полетел просто туда посмотреть. Ну, вот там вот сложилось такое удачное выступление в индивидуальной гонке. Два штрафа было. На третьем, на четвертом рубеже по одному промаху он допустил. Сначала шел, боролся за топ-3, боролся за подиум. Ну, вот в конце, на последнем круге немножко не хватило. Четвертое место, попадание в цветы, попадание в цветочную церемонию. И норматив мастера спорта. Закрепился в резерве сборной команды страны. Мы видели списки. Это, опять же, ничего абсолютно не меняет. Но я продолжаю все так же тренироваться со своим тренером. Ну, мотивирует, скорее всего, недоброжелатели. Люди, которые говорят, вот ты ничего не добьешься. Наверное, такие. Ну, естественно, люди, которые за тебя радуются, которые за тебя поддерживают. И прямо сейчас самое время ставить новые цели. Активное лето начнется для спортсменов спортшколы «Алмаз», в том числе и для Алексея, с работы на комплексе. Инфраструктура позволяет выполнять 90% необходимой работы. Дальше сборы. Традиционно кисловодско-оздоровительные. В июле – Раубич или Рыбинск. В августе – Пермский край. И Высокогорье. Сочи – Олимпийская трасса «Лаура». Дальше – участие в летнем чемпионате России по биатлону. В октябре – ранняя вкатка в лыжном тоннеле в Петербурге. И новый соревновательный сезон, который покажет, как поработали рязанские биатлонисты. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». 24 апреля – один из важнейших христианских праздников – Пасха, Воскресение Христа. Суть и религиозная подоплека известна, пожалуй, каждому, но с особым трепетом большинство относится к подготовке внешней атрибутики праздника. Просуждаем о традициях народных, а не церковных. Кто на Пасху не обменивался крашенными яичками со словами «Христос воскресе»? Эта традиция уже настолько вошла в обиход россиян, что пользуется популярностью даже у неверующих. И даже вопросов не возникает, откуда она появилась из канона в церкви или в народе. У священнослужителей ответ на этот вопрос есть. Это добрая, но традиция. Обязательно? Нет, не обязательно. Желательно? Ну, это интересно, по крайней мере. И это та грань, которую при желании можно без нее обойтись. Для многих людей в этом и становится сама суть Пасхи, но это неправильно. То есть, когда мы второстепенно возводим в ранг главного, вот это уже беда. Ну, в любой сфере. С празднованием Пасхи то же самое. Тоже можно сказать и про куличи, и про творожное блюдо под названием Пасха. Все это тоже традиция. И традиция народная, говорят священники. Но в обиход вошла давно, в те времена, когда большого изобилия продуктов не было. Вот и хотелось после Великого Поста порадовать домочадцев явствами. При выхолощивании праздника и вообще любого действия, когда мы сводим события к исключительно какой-то функции, то вот красота и гармония, глубина этого теряется. Поэтому Пасха, куличи, туда же, это все тоже к яйцам. Это необязательное явление. Если человек не успевает это сделать, то вообще ничего страшного не случится. Но в то же самое время это красиво. Это может стать элементом объединения многих людей. Другая добрая традиция – это посещение кладбища в пасхальное воскресенье. Священник Павел Коньков дал однозначный ответ – этого делать не нужно. Воскрешение Христа отмечается слишком уж торжественно, слишком празднично для посещения кладбищ. Для этого есть другой день – Радоница. Она выпадает на 3 мая. Обо всех других тонкостях празднования Пасхи в актуальном выпуске передачи «Городские встречи» со священником Павлом Коньковым. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Весна в этом году не спешит вступать в свои права, но снег растаял. А значит, пришло время первых весенних цветов. Какие первоцветы можно увидеть в рязанских лесах, а какие родом издалека и расцветают в наших краях лишь благодаря садоводам, расскажем прямо сейчас. Англичане зовут его снежной каплей, немцы – колокольчиком, а мы называем подснежником. Настоящие подснежники, как раньше считалось, похожи на свисающие вниз капли молока. Отсюда и происходит латинское название «галантус», что означает «молочно-белый цветок». Старинное предание гласит, что подснежники впервые стали воплощением надежды еще для Адама и Евы, когда они были изгнаны из райского сада. Ева думала, что холодная зима никогда не закончится, но тут появился ангел и превратил снежинки в цветущие подснежники, подарив ей надежду на приход весны и тепла. Но эти прелестные бутончики в дикой природе в нашей полосе увидеть нельзя, растут они только в садах. Потому подснежниками в средней полосе называют пролески. По одной из легенд, Сцила получила свое название благодаря одной из нимф, красивой нимфы, но потом, впоследствии, эту нимфу превратили в злое чудовище. Но, по сути дела, это растение тоже символизирует приход весны, потому что, как только тает снег, еще где-то на проталинках уже они появляются и зацветают. В лесах европейской части России чаще всего можно встретить два вида пролесок – сибирскую и двулистную. Почти одновременно, рано весной, в лесу появляются яркие полянки хохлаток. Это представитель флоры, распространен в умеренных регионах всего северного полушария. Цветки у него обычно синего цвета, но встречаются и розовые, и фиолетовые. Совсем не боится снега, и потому расцветает рана, пушистый прострел или сон трава. Его в рязанских лесах тоже можно встретить. Интересное растение, представитель семейства лютиковых. И это растение интересно тем, что сначала у нее появляется нежно вот такого голубоватого, немножко даже вот с синеватым оттенком цветы, а затем уже после цветания у нее формируется уже розетка с листьями. С сон травой у разных народов связаны легенды и сказания, что и отразилось в самом названии. По народным поверьям, прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, можно оградить себя от злых козней и несчастий. Между тем, срывать в лесу и нести домой букетик любых нежных первоцветов, как бы ни был велик соблазн, ученые не рекомендуют. Растоит такая красота в воде совсем недолго, а ущерб природе будет очень весомый. Тем более, что при желании семена или клубни любых первоцветов, подснежников, примул, крокусов можно приобрести в специальных магазинах и высадить на своем участке, воплотив самые смелые идеи превратить собственный сад в волшебный лес. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». После долгого поста хочется наесться от души. Причем рыба – идеальный вариант для тех, кто постился по всем правилам. На праздничный пасхальный стол принято покупать рыбку побогаче и пожирнее. На выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» представлен широкий ассортимент дальневосточных деликатесов. К торговым рядам покупателей привлекает чарующий аромат чавычи и белорыбецы. По словам продавцов, эта рыба номер один по продажам, и ее рязанцы покупают чаще всего. А еще, говорят, очень хорошо дополняет праздничный стол. Я купила икру, купила чавычи, слабосоленую. Первый раз здесь? Нет, я всегда хожу на эту выставку. Очень вкусно и нравится. Хожу уже постоянно. Мы сами с Михайлово, а у нас такого нет. А икру, извините, покупать в которой в жестяной баночке, неизвестно, что купишь. В основном беру икру. Вот, качественно, хорошая икра. Потом пробовали сначала, брали вот так белорыбецу я, чавыча брала. Рыба, конечно, хорошая. Я сейчас буду брать икру. Поинтересуюсь у них, можно ли ее заморозить и как ее хранить. Блюда на столе нужно расставлять правильно. Рыбу и икру расположить в центре стола. Икру считают по-настоящему царским угощением. И здесь, на ярмарке, ее продают на развес. К слову, именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать. Но герязанцы уже успели оценить вкус деликатесов. И возвращаются за лакомствами с Камчатки снова и снова. Икры. На первый раз на выставке? Первый. Это меня попросили купить. Первый раз здесь покупаете? Нет. А как вам вообще рыба? Нравится? Нормальная. Хорошая. Любую ем. И в холодном копчении, горячую покупаю. Как они здесь торгуют, постоянно ездят. Попробовал палтус, тоже неплохой. Чавыча мне больше нравится. Успеть приобрести к праздничному столу и попробовать свежие, вкусные и любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 24 апреля включительно. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Напомню, спонсор программы выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча «Красная икра» «Белорыбеца» с 18 по 24 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова